у нас солнце не прекращается лето каждый день я чувствую энергия энергия пошла ну что кто-то присоединится на сейчас разгар рабочего дня кто-то посмотрит я сохранил прямой эфир ссылочки все будут в моем профиле у нас сегодня уникальная возможность есть послушать машу ню маша у нас профессионал своего дела на прекрасный гид как я уже писала в своем посте это путешествие в камбоджу была единственная маша эти клянусь от чистого сердца когда мне было слушать интереснее чем смотреть потому что ну как бы ну что ну руины руины глобально кардинально когда ты слышишь эту историю слышишь это вот от такого человека как ты конечно все в других в других красках поэтому сегодня в течение двадцати четырех часов у людей будет возможность побывать так же как я вот в этом вот автобусе потому что на самом деле первый день в камбодже был такой что мы кроме автобуса ничего не видели но этот день это да 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 благодаря тебе потому что вот эти я говорю эти истории эти ты словно зачарованный завороженный какой-то вот поэтому у меня к тебе просьба конечно у нас время ограничено у нас нет столько времени как в автобусе но какие-то самые интересные факты я бы составила тебе небольшой списочек вопросов да которые мне интересны будут интересны нашим зрителям вот первый вопрос расскажи пожалуйста про хозяйство камбоджийцев потому что там очень много интересных таких деталей ну смотрите хозяйство как здесь распределяется то есть здесь такого прям как такового бедности как про это все рассказывают этого нет на самом деле да мы привыкли что нам по телевидению дают одну информацию наших российских просторах а когда мы приезжаем видим это все своими глазами то как бы все на деле оказывается совсем не так как все себе представляли или думали то есть здесь такого прям расслоение чтобы на бедных совсем да и на средний класс или на богатых нет здесь люди либо очень богатые да и не живут настолько роскошно поверьте мне друзья чтобы жить хорошо в камбодже но это как минимум надо зарабатывать столько же сколько хорошо для жизни в москве но это либо люди средний класс то есть люди которые обычные камбоджийцы живут в рисовом поле вот представьте да рисовое поле у каждого есть его кусок земли что у них домик на сваях почему обычно свая это два метра где-то высотой это для чего делается так как идут дожди да если первый этаж затопят будет не очень весело замечательно ну и соответственно всякие змеи скорпиона туда не поднимаются а если вы в такой домик зайдете вы там не увидите такой роскоши то есть камбоджийцам простым да это все неинтересно какие-то евро ремонты дорогая мебель дорогие какие-то там приборы электрические они ребята простые да то есть они вот спят на полу на циновке внизу на первом этаже под домиком под своим у них там может какая-то кухонка стоять гриль барбекю а у них не будет ни кондиционера не холодильник когда у этих людей нет и они это домой не покупают почему-то что здесь очень дорогое электричество то есть камбоджа нет своей например атомной станции электричества тянется по проводам из соседних стран ну и за счет этого ценник на электричество очень большой кондиционер а то уже роскошь но здесь видите почему это все не надо да как например у нас это что у местных нет культуры такой питаться дома то есть никто дома не не ест никто на три раза в день себе обед-ужин не готовят. Тут люди идут кушают, на завтрак идут кушают, на обед идут кушать, на ужин. То есть они как думают, вместо того, чтобы я буду готовить дома, то есть вместо того, что я буду тратить деньги на электричество, на продукты, на все вот на это, да, я лучше вечером пойду со своей семьей, соберусь, мы свининку на гриле пожарим, пивасиком это все шлифанем, весело проведем время. Ну и, соответственно, вот у них есть такое понятие, когда ты отдаешь, ты получаешь, вот за это я этих людей уважаю и люблю. Они как думают, вот я пойду к хозяину ресторана, да, вот он меня хорошо накормит, я ему копеечку дам, и мне потом это все вернется. То есть ведь совершенно другое мировоззрение. Ну и, собственно, вот принцип вот этот вот отдаешь, получаешь, он здесь работает, работает, еще раз работает. Ну и туристы, которые приезжают, я всегда про это рассказываю на трансфере, они это, я думаю, что Мария, то есть на себе тоже это все прекрасно почувствовала. Да, Машенька, и знаешь, что самое интересное? Не так давно я писала как раз поста об этом, когда началась вот эта вот вся движуха, о которой мы сегодня не будем говорить. Я писала пост о поддержке предпринимательства, о том, что как важно сейчас, вот в это время, да закажите в этот кусок пиццы у бедного вот этого предпринимателя, да сходите, купите вот то, что сейчас открыто, хоть как-то поддержите, это вам потом все вернется. И я писала пост про Камбоджу и думаю, блин, как же это так все красиво написать, пошарюсь, что я в интернете. Маша же рассказывала про это, Маша и не нашла нигде про эту информацию, поэтому то, что рассказываешь нам ты, может быть, просто Камбоджа еще не настолько популяризирована, да, не настолько большое количество, массовое количество туристов, да, ездит, поэтому очень много вещей, которые ты рассказывал, на самом деле в интернете даже не найти. Поэтому вот уникальная возможность послушать сейчас. Ну это потому, что ты здесь живешь, когда ты просто где-то что-то почитал, эту информацию скажешь, как такого нету, чтобы это все понять и сознать, это надо среди этих людей жить. А они действительно классные, замечательные, да, но как ты к ним относишься, ты такое же отношение получаешь в ответ. Поэтому на то место, где ты находишься, уважайся, с любовью относиться, тогда получишь то же самое. Маршуна, скажи, пожалуйста, а я про хозяйство знаешь, что еще имела в виду? Рассказывала ты про какую-то свою подругу, которая вышла замуж, по-моему, за местного жителя. Они называются, кстати, Кхмер. Мы сегодня будем много этого слова говорить, чтобы люди понимали, что Кхмеры это те же самые камбоджийцы, да. Просто они так называются, потому что тысячи лет назад была Кхмерская империя, да, была огромная территория, все страны почти что Юго-Восточной Азии ходили, и они называются Кхмерами. Подскажи, пожалуйста, там вот такая интересная история была, когда она начала готовить, стирать, убирать, и ты говоришь, теща пришла и чуть менее подзатыльник дала. Да, 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 здесь нету. Это у меня знакомая моя, она живет в столице Камбоджи, да, то есть она когда приехала, представляете, она переехала из столицы, из Москвы, вышла замуж за студента, то есть она еще никогда не была в Азии, а тут еще фактически вчера закончилась война, человек приезжает вот в это вот во все, то есть первый раз, но ты, соответственно, муж уходит на работу, она осталась дома, и едет мама, муж говорит, сейчас приедет мама, вот она включила эту русскую нашу домохозяйку, пирожки напекла, да, там все на мыло, настирала, маме же надо понравиться, конечно. Ну, это мама приезжает, он говорит, мама, садитесь, да, пейте чай, сейчас я все это вам устрою в лучшем виде. И решила показать, как она сына прекрасно обстирывает, пошла на балкон вещи развешивать, говорит, сзади получаю просто подзатыльник от мамы, мама меня затаскивает в квартиру с криками, как ты смеешь позорить моего сына, что про нас скажут соседи. Да, то есть она разрыдалась, у нее была истерика, приходит муж, она ему рассказывает эту трагическую, печальную историю, а он смеется, говорит, прости, дорогая, я тебя забыл предупредить, что женщина, которая в Камбодже сама стирает, убирает или готовит, но у нее муж либо бедный, либо жадный. То есть здесь такие традиции, тут нету культуры кухни, здесь нету культуры быта, здесь не считается, что женщина что-то там должна или обязана делать на кухне, это действительно очень круто. Ну и в принципе о чем я говорила вначале, то что здесь доступнее питаться где-то в кафешке, в ресторане, чем, например, заморачиваться, готовить самому. И к меру у них тут прям культ еды, то есть им нравится пойти с семьей вечером провести время, это принято, это такие традиции, это на самом деле очень классно, это очень классно. Мне кажется, Машуня, надо наших мужиков отправлять туда на перевоспитание. Совершенно, а так Мария, ты же даже не представляешь, когда я это рассказываю на трансфере, наши русские мужчины это слушают, у меня так прям улыбка по губам стекает, они думают, так, что эта ведьма нам еще расскажет. Да, да. Маша, расскажи, пожалуйста, еще немножко про бабушек, которые держат всю Камбоджу, вот это тоже очень интересный факт. Да, здесь отношения, здесь матриархат полный, то есть здесь мужчина не решает ничего, здесь все решает мама в семье, мама самое-самое главное, соответственно, муж всю зарплату здесь отдает жене, да, жена уже по старшинству все передает бабуле, то есть камбоджийская бабуля, ну это в нашем понимании бабуля это что-то такое, да, светлая, добрая, здесь бабуля суровая, кумурая, почему, ну потому что был толковский режим, да, мафиози фактически местные, которые патрулируют тут все, ей поперек ничего не скажешь, даже самый взрослый уважаемый человек, да, в преклонном возрасте он должен разрешение спросить у мамы. Ну и, соответственно, я считаю, тоже это правильная традиция, потому что люди относятся с уважением к возрасту. Ну, с одной стороны это хорошо, тоже опять же-таки палка о двух концах, но есть новое поколение кмиров, которые, например, войну с полпотом не видели, и как они это говорят, да, что с одной стороны это хорошо, когда есть такое поклонение родственникам старшим, но с другой стороны, вот, например, поколение молодое говорит, это что значит, что у нас очень не самостоятельный мужчина, да, это здесь тоже есть, да, потому что мужчина за любым вопросом должен куда обратиться к маме, спросить ее советы и так далее, там уже до смешного доходишь, то есть в 60 лет там эта бабуля уже в маразме, она ничего не соображает, ей космос сигналы шлет, а она, как скажет, они так все и делают, то есть по большей части так. Ну, время меняется, я думаю, что это тоже поменяется, традиции меняются. Людям-то нравится, лайки ставят, матриархат, видимо, поддерживают те. А я, так я тоже поддерживаю, это вообще великолепно. Так, слушай, ну вот скажи, пожалуйста, еще по поводу того, что они держат там какие-то лавочки, ты рассказывала, да, что вот как бы, что можно всегда купить все у бабули, есть все всегда в загашничке там. Ой, это как, кто был в Таиланде, все знают, да, есть так называемая сеть магазинов 7-11. Ну, вот, Маша, ты была в Камбодже, да, и вот обычно туристы, которые едут, например, из Паттайи, вот этот магазин шаговой доступности где-то зашел, там есть абсолютно все. И бутерброды, и Кока-Колы, и алкоголь. И когда Маша говорит, а мы зайдем в какой-нибудь 7-11, я говорю, конечно. Говорю, вот видите, зонтик стоит, красный ящик, на ящике бабулька сидит. Это есть наш 7-11, да, у бабульки купите пивка, сигарету, Кока-Колу, бензин на разлив, как говорится, да, в таких бутылках у нас продается. Вовнутрь нырнули, там есть абсолютно все. Да, леопардовые трусишки от Versace, если поглубже копнете, за пару баксов там можно найти. Собственно, там чего, прищепки, штаны сладковатые, это будет 7-11. Дело в том, что в Камбодже нет налога на малый бизнес. Соответственно, ты можешь вот быть таким вот бизнесменом, предпринимателем, прямо около дома поставить себе холодильник, это вот красный ящик, да, это не холодильник, это ящик со льдом, то есть ты уже не платишь за электричество. На зонтик себе поставил, и сиди приторговый, к тебе не придет ни налоговая инспекция, ни пожарная инспекция, да, которая скажет, что-то у тебя тут не так не по-стандартам стоит, давай плати, самопедемстанция тоже не придет, да, вечером стоишь барбекю, жаришь на гриле, сынинку, бусевродики заворачиваешь, и как бы получается, ты можешь свою копеечку зарабатывать, ты работаешь сам на себя. Понятно, что у таких предпринимателей пенсии не будет, но как бы здесь прекрасное государство в том плане, что здесь народ ничего от государства не требует, и государство ничего от народа не требует, и все живут, и все нормально, всем копеечку зарабатывать дают, то есть по большей части так. Да, все хорошо. То есть это, чтобы люди понимали, то есть в Камбодзе нет этих обычных магазинов, да? Нет, мало. Проблемы купить что-то здесь нет, просто нужно подойти, иногда эта закашечка достанется, и все это всегда есть. Вот, это у бабушек, которые держат все государство. У камбоджистских бабулек. Да, да, да. Так, еще хотела с тобой обсудить вопрос про Лексусы ты нам рассказывала. Почему такая любовь к Лексусам? Напомни. Ну, смотрите, здесь, когда уже война, режим Пулкота был закончен, это все закончилось еще в 79-м году, но военные действия, они еще до 2005-го здесь продолжались. Когда войска еще пулкотовские прятались в лесах и так далее. То есть окончательно мирное время более-менее в 2003-2005 году началось там приходить. Ну и, соответственно, здесь прекрасный премьер-министр, которого очень уважаю и люблю, господин Хунсен. Я считаю, что он вообще местный супермен. Вот прям молюсь за него лично в храму, да, надеюсь, что он будет править. Это замечательным королевством как можно дольше. Потому что мамы-мигрантом с ним хорошо живется. Конечно, потому что он мне как минимум здесь разрешает легально находиться и работать. За это я ему безумно благодарна. В этом волшебном месте я нахожусь благодаря этому человеку. Сколько ты лет уже в Камбодже живешь? Девять лет. Офигеть, девять лет. До этого я жила в Индии какой-то срок еще, да? До этого я жила в Индии в Гуа. Но когда я приехала из Индии, я поняла, что обратно я не хочу. Мне очень нравится здесь. А то мы еще поговорим с тобой, да, продолжай, извини, перебила тебя. Так вот, собственно, большинство после военного времени здесь раздавали землю. Ну и, соответственно, люди начали эту землю, как сказать, обрабатывать. То есть, по большей части, Камбоджа рисовым хозяйством занимается. Ну и то, что касается Лексуса. Первый бизнесмен, как говорится, разбогател. Что он сделал? Открыл заправку и купил Лексус. Это как у нас, помните, было в 90-е, да? Когда малиновый пиджак, золотая цепь и Мерседес. Да, и потом мечта каждого мерзкого мужчины-бизнесмена, какая Лексус-заправка. Вот теперь заправки стоят каждый километр, ну и местный покупатель Лексуса. Это типа статус. То есть, ну ты сама видела, да, что ездят в основном по городу Лексусу. То есть, Лексус есть, все, ты как бы уже все, молодец, ты статус все получил. Ну, по сути, это такая популярная машина в Камбодже считается. Ну, слушай, помимо Лексусов еще, я запомнила, такого я нигде больше не видела. Я в Индии не была, конечно, но в Азии, вот в Таиланде, да, я, например, такого не видела. Когда едет байк, а на байке едет семья чуть ли не из шести человек. Там и младенец перед мамой, и еще ребенок, и еще один, и еще папа сзади едет. То есть, такого я нигде не видела, кроме как в Камбодже. И расскажи немножечко, да, про вообще дорожное движение, про то, ты же сейчас сама водителем байка являешься. Дорожное движение – это вообще отдельная история. Говорю, что когда жила в Индии, я думала, что индийцы сумасшедшие. Нет, когда приехала сюда, я поняла, что индийцы прекрасные, замечательные водители. Вот здесь, да, здесь вообще нет никаких правил, их просто нет, просто их не существует в Камбодже. Соответственно, Кмер, они как муравьи, они подсоединены все к одному какому-то каналу, если ты к нему не подсоединен, то ты просто будешь вылетать с дороги. Тут люди уже, они на байке на этом рождаются, то есть у них это все интуитивно. То есть вот у меня была туристка, бабуля, никогда ее не забуду. Представляете, женщине 78 лет, она приехала первый раз в жизни, поехала из России за границу. Да, ее занесло, получается, из Таиланда, еще и в Камбоджу. Такая бабуля-шляпочка веселая, у нее эта шляпочка на ветро раздувается, губки бантиком. Она вообще, мне кажется, даже не поняла, что она в Камбодже. Просто продали экскурсию, посадили, она... Это спец в ребро, да? Это сиди на борт. Да, да. И вот она ко мне бежит, у нее глаза на выкате, говорит, Маша, говорит, это что же они так своих детей-то не любят? Я говорю, что вы там увидели такое? Она говорит, ну вон же, посмотри. Я смотрю, едет байк. Ну вот мальчишка стоит, ему лет 12, то есть он на байке не сидит, а стоит, вот где место для ног. И сзади еще трое сидят с рюкзаками лет 5-6. Она говорит, а если они упадут? Я говорю, ну что упадут? Это у вас там, да, как вариантов немного после смерти, в ад или в рай отправился. У нас вообще-то колесо сансары. Колесо бесконечных перерождений. Кому упадет, как говорится, кому-то утонуть, тот не сгорит, да? Знаете, такая полупоговорка. Ну, соответственно... А один упадет, трое останутся, нормально. Вот на этом, в принципе, все и держится. Поэтому здесь можно видеть, прям едет семья акробатов и по 6 человек, да, и по 3 на байке. Но, как бы, местные, они уже на этом байке, они с детства ездят. Ну, тут, конечно, права не выдают с самого детства. У меня, например, школа рядом. Мальчишки 10-12 лет, с кого спокойно гоняют на байках. То есть для них это норма. Это для нас как-то жутко смотрится. Но я, честно говоря, на своем байке больше, чем на скорости 30 не езжу. Потому что я боюсь. Я боюсь. Ну, я и не к меру. Ну, слушай, и коррупция еще, ты рассказывала. Видишь, как я все помню хорошо? Коррупция сильная, да, но она как и плюс, так и минус, да, для страны на самом деле? Нет, ну, конечно, коррупция... Потому что кто разрешается разговором, улыбкой? Здесь, действительно, да, здесь скрупированная страна. Тут, как бы, деньги решают все вопросы. И я считаю, что это, ну, как сказать, неплохо. Почему, да, тут нету такого прям нагонения власти. То есть пришел с человеком, договорился, улыбнулся со всеми всегда. Да, можно договориться. Да, с полицейским на дороге, например, у тебя нету ни прав, ни шлема, ничего, можно всегда договориться. Там, не знаю, какие-то проблемы, неприятности с какими-то документами, со всеми всегда можно договориться. Потому что к меры, они более спокойно ко всему относятся. Они, ну, я не знаю, они какие-то добрые внутри, что ли. Кто бы это ни был, какой бы статус у человека ни был, я не знаю, простой работяга, да, или полицейский, или министр. Ну, вот у людей прям есть внутренняя доброта. Я не могу это объяснить. Они простые, они добрые, они с уважением к тебе относятся, да, то есть, поэтому здесь я говорю, вот это, то, что я говорила в начале, что это здесь принято оставлять. Да, вот почему я вот уважаю к меру, что ты даже видишь, как в кафешке, ну, девчонка-официантка, зарплаты небольшие, потому что действительно коррупция. То есть 130 долларов у нее зарплата, но все равно местные даже всегда оставляют какие-то чаевые. То есть бабулька сидит с протянутой рукой, проходит богатый человек, он на миску риса всегда даст. То есть здесь какая-то вот эта внутренняя доброта, и поэтому здесь есть у людей способность, умение между собой договариваться. Я считаю, что это очень важная, очень ценная черта местного населения. Ну, коррупция, конечно, есть. Да, меня вообще очень сильно впечатлило, вот то, что ты рассказываешь про бизнес, вообще вот если так вдуматься в это все, да, то есть люди, многие, они даже не имеют государственной работы, но они при этом друг друга сами все поддерживают, и таким образом существует... Вот, вот. И то, что на самом деле духовное и внутри здоровое. Это верно, понимаете, здесь дети уважают родителей, да, уважают, во-первых, старших. А здесь вот мне, ну, тут даже, у меня тут один такой был турист, который мне написал из клуба аналитиков, он мне написал, аналитик, я не знаю, что он там анализировал, статью про Камбоджу, где он написал такую вещь неприятную, ну, не знаю, там смотрят, у меня нет, у меня подписан, что он сделал такие выводы, что камбоджийцы из-за того, что они так относятся с любовью к белым, что вот если надо будет, да, за миску с рисом камбоджийцы за белым побежат. Я говорю, вы знаете, я не знаю, с какого клуба аналитика, но вы можете облить себя бензином, свой аналистический вот этот вот рассказ и поджечь к чертовой матери. Потому что, говорю, то, что вы написали, это, наверное, очень плохой гид, чтобы вы меня неправильно поняли. Здесь нет такого, что, ой, ты белый, сейчас тебе тут будут поклоняться. Нет, эти люди, они, в принципе, к любому человеку, к гостю, они относятся уважительно. Да, и неважно, какого ты статуса, да, высокого ты положения, белый ты, черный, они ко всем относятся уважительно. Это проявляется абсолютно во всем. Да, ну ты рассказывала, что это просто вот ты чисто визуальный какой-то, большой белый человек. Это для них просто интересно. Так же, как мы смотрим на каких-то людей. То есть я очень люблю африканцев рассматривать, я обожаю их детишек, они такие кучерявенькие. То есть если, в принципе, я детей не особо, ну, сейчас меня люди поднапят, но я не особо, я люблю детей, да, мы с тобой в этом похожи. Но вот когда это черненькие маленькие африканские дети, они для меня такие какие-то хорошенькие. То есть реально, я была в Америке, жила три месяца в Америке, и мои самые любимые клиенты, это были именно вот черные люди, потому что у них совершенно необычные какие-то детки, и я очень люблю. И то же самое, вот ты про Хмиров рассказывала, у меня сложилось впечатление, что мы просто для них необычные, мы высокие, мы большие, мы белые, мы другие. И какого-то, ну, в какой-то степени им просто это очень интересно, и они относятся к нам с каким-то уважением, потому что мы гости в их стране, и это нормально. Совершенно верно, совершенно верно. И еще, Маша, ты рассказывала, по-моему, какую-то вещь такую, единственное, что про деньги, что вот если ты идешь на рынок, то самая низкая цена будет для Кмера, а вторая цена будет для... Конечно, конечно, это главное. И самая низкая цена для китайцев, потому что китайцы клевые ребята, которые сами делают у себя это в Китае, и покупают в 10-3 раза дороже, да? Ну, смотрите, есть три, да, правила торговли. Во-первых, здесь не принято торговаться на то, что ты можешь съесть. Ну, когда ты турист, потому что была война, и когда ты начинаешь там за банку пива, за доллар торговаться и говорить, ой, дай-ка мне за 50 центов, ну, это как бы плохой тон. Если ты торгуешься там на какие-то сувениры, как ты турист, да, они смотрят на тебя, на твой внешний вид, и тебе цену уже выставляют, осмотря первое своего внешнего вида, а потом уже по национальности. То есть, во-первых, то, что касается наций, самая высокая цена это будет для китайцев, совершенно верно. Почему? Потому что у них деньги есть, они летят во все страны мира, да, и то, что для нас будет 2 доллара, а китайцы покупают за 22 без проблем. Они, говорю, вообще классные ребята, они тачат со страны мира. То, что произвели у себя в Китае. Да, скупают то, что произведено в Китае, и тачат обратно. Чего их не любить? После них ставится выжженное поле и сверчат сверчки. А потом идут американцы, а потом уже идем мы. Нас здесь называют Руси или Советы, да, в честь Советского Союза. Ну, и, соответственно, цена для нас будет ниже всего. Почему? Потому что мы очень сильно помогали, местные нас очень любят. Ну, и, соответственно, для... Вот откуда вот эта любовь еще, извините, я перебила, да, про то, о которой ты говоришь, псевдоаналитик. Просто уважение и любовь какая-то... Конечно. ...наверно, к нам. Ну, откуда наши гиды знают русский язык? Потому что они получали образование, да, Советский Союз дала такую возможность. Военные наши офицеры приезжали, старые работали, разминировали территорию, поэтому они с уважением относятся к русским, вот и все. Ну, и также назначается цена, естественно, по внешнему виду. Это тоже, это факт. То есть, как они думают, например, когда подходит большой человек, ну, вот, соответственно, у него эта цена будет выше. Да, если маленький худенький, то пониже. Ну, к примеру, как думают? Вот он смотрит на большого человека и думает, ну, раз такой большой, толстый, ну, знаешь, хорошо живешь, кушно жрешь, тебе можно повыше цену. Маленький худенький подходит, к примеру, смотрит, ну, то нищеброд, как ты до сюда вообще доехал, надо тебя пожалеть, скидочку тебе сделаю, да. Поэтому для маленького худенького цена тоже всегда будет пониже. Вот из этих критерий реально здесь формируется цена на рынке. То есть, как-то все, тоже как-то все от души, от сердца, да, вот у них идет. То есть, тебе вроде бы как деньжатами обидели, и я не говорю так как-то, да. А у тебя вот деньги есть, ты тогда поделись со мной деньгами. Конечно, естественно. Маша, расскажи, пожалуйста, про имена кмеров. Что-нибудь ты знаешь, может, какие-то интересные, вот не помню, что бы ты рассказывала, но вообще просто так интересно. Как вообще им даются имена? А, имена это... Именно как людей по именам называют? Да, как называют по именам, да. Ну, слушайте, тут вообще на самом деле все очень просто. Если взять там то же самое Ангкорскую империю, там, во-первых, был индуизм, да, то есть здесь был индуизм, когда еще была Ангкорская империя построена, потом пришел буддизм. Ну, и, соответственно, там все имена, которые взяли из индуизма, перевернули индийских богов. Но сейчас, конечно, имена весело звучат на наш язык. Ну, самое популярное имя, которое здесь в Камбодже, начинается на букву Х мужскую, а заканчивается на и краткую. Ну, вот, соответственно, не буду... Да. Серьезно? Конечно, есть, и у нас даже есть... Я не рассказывала этого. Есть даже знаменитый магазин, который называется Хуймен, так и называется, да, когда туристы говорят, а где пиво купить огромное? Хуймен, идите, там все найдете, что есть, и пиво, и все остальное. Ну, хозяина зовут так, да, и Мэн, это мужчина, вот он утвердительно заявляет Хуймен, ну, и, соответственно, все в магазине можно приобрести. То есть, именно... Может, у нас много бабушек в автобусе было, раз ты нам не рассказывала? Конечно, я же, естественно, я же смотрю по группе, фильтрую информацию. Если дети, я там особо пытаюсь не жестить, или бабулечки, не зря, я так чувствовала, что про имена надо спросить уже. Нет, не все. На самом деле, короткие имена, самый популярный Лин, Дин, то есть, такое все, простенькое все, ничего такого прямо нет. И, соответственно, каких-то там таких прям... А, нету у них отчества, то есть, например, да, как у нас. Фамилия, имя, все, больше ничего нет. Аминь, имя. Ребят, всем привет, кто присоединяются. Задавайте свои вопросы по ходу того, как мы общаемся с Машей, и она с удовольствием ответит на них. Маш, подскажи, пожалуйста, по поводу образования еще. Интересно, как у них получают образование? Высшее, возможно, среднее? И вообще, насколько они образованы? Конечно, здесь, смотрите, получается, что бесплатное образование, оно есть. То есть, бюджетные школы, они есть. Бесплатное образование до третьего класса может абсолютно любой получить. Да, то есть, есть также бюджетные классы до 12-го класса, то есть, бюджетная школа бесплатная. Но, как бы, это такие школы, которые пользуются не очень хорошей репутацией. Ну, и, соответственно, там люди уже немножко другого уровня дети учатся. То есть, представьте, там мама, у нее пятеро детей, всех надо прокормить. Ну, естественно, там ребенок получил первые три года образования, ну, и, как бы, вряд ли она уже отправит в пятый, в шестой, в седьмой класс. Да, почему? Потому что она его отправит помогать зарабатывать деньги. А уже образование, которое другого класса, это уже платное. То есть, здесь огромное количество интернациональных школ, где в основном преподаватели – это иностранцы. Австралийцы, американцы, те же самые французы. Ну, вот у нас девочка, наша гид, она здесь живет с тремя детьми. Вот у нее девчонки ходят в такую школу интернациональную. Это школа при Кембридже. Соответственно, есть лицензия, да, что тебе потом такая школа дает. То, может, после окончания этой школы поехать в Кембридж учиться с бонусами, со скидками и со всем остальным. Но она платит за одну свою дочку почти 400 долларов в месяц. То есть, как бы, это по нашим меркам достаточно серьезная сумма. И, в принципе, все дети, которые вот, если вот мы были, да, в Сямри, ты видела, в школьной форме дети ходят, это вот все в таких школах. То есть, платная школа обычно, ну, от 130 и выше, 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 смотря какой уровень. Ну, а бесплатное образование, к сожалению, да, дети получают до третьего класса, потом уже помогают родителям. Но зато то, что касается детей, вот всегда туристов предупреждаю, когда мы, например, идем в Анкор, я говорю, да, будут дети, будут продавать вам сувениры. Но относитесь вы к этому спокойно, не надо их толкать, пинать. Да, вот он не виноват, этот ребенок, что у него мама нарожала пятерых таких же, с магнитами его отправила, вам эти магниты предлагают. Да, здесь ключевое, что, что это маленький бизнесмен, который вам может посчитать до 15 на русском, на английском, на китайском, а еще на 10 языках мира, он знает все наборы фраз, чтобы вам эти магнитики продать. И тут ключевое, что он у вас не ворует и не попрошайничает, да, это ребенок, который учится с детства, зарабатывает все копеечку. Но не нужны вам эти магниты, ну, господи, проходите вы дальше. Нужны, боже мой, 10 магнитов, 100 бат. Купили у него за эти 3 доллара 10 магнитов, вам приятно, и карму плюс 0. Да, купите у ребенка вот такую замечательную футболочку. Или футболочку, ну, Маша, ты все поняла, я думаю, прекрасно. Да, да, да. И, Машень, а еще за границей образования, правильно ли я запомнила, или вообще откуда у меня такая информация, что можно получить какие-то субсидии от государства, а потом уже учиться где-то за границей, бесплатно? Да, 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 есть у них такое, конечно, это, ну, есть образовательная программа, которая тебе потом дает возможность получать высшее образование уже в институтах заграничных. Да, то есть здесь сейчас новое поколение камеров, но я так полагаю, что это те, кто будут после премьер-министра править нашим волшебным королевством, они все получают образование не в Камбодже, потому что 70% институтов в Камбодже это аграрные университеты. Это люди, которые учатся в иностранных университетах, это новое поколение, они смотрят, что происходит там, да, и потом они уже вернутся в эту страну и будут здесь править после премьер-министра. Это я так думаю, это мое мнение. Ну и, соответственно, да, Камбоджа дает такую возможность, гранты разные на обучение, то есть есть если ты умный, 7,5 в Албу, то это все дается бюджетное. Ну и наши с тобой туристы пишут, вот про кофе, кстати, такая интересная история. Мои коллеги и мои туристы были также у тебя, тоже сидели, слушали все твои истории. Все мы купили кофе, Маша, и вот какая вещь, понимаешь? Кофе в Камбодже, вот тоже пишут, вкуснейший шоколадный ром, да? Кофе, который в Камбодже, признайтесь, вы это специально делаете, чтобы мы к вам возвращались и пили кофе, и мы там, потому что все, что мы привезли сюда, Маш, вообще не то, вообще, прикинь. То есть вот тот вот... Да как же так? Прикинь, я не знаю, то есть у меня уже два, то есть Анютка купила, которая со мной была, и вот Баграт сейчас написал, тоже вот он купил, он тете привез, он говорит, я тебе принесу, но он, я честно, я только по их пока словам, он мне пока еще не отсыпал этого кофе, я еще не пробовала, но говорит, вообще не то, что мы пили там, то есть там он прям божественный, и я вот говорю, они хитрят и специально, чтобы мы к ним возвращались и пили у них там. Да не, на самом деле, просто мне кажется, что это в заварке дело, почему? Потому что, то есть, например, здесь огромное количество сортов кофе, но я сама пью Камбоджийский, но я пью самый крепкий, робусто, то есть там нету никаких эффектов шоколада, потому что мне они в принципе не нравятся, там это жирная пленочка и все. Тот же самый шоколадный кофе, да, тут если открыть интернет, там пишут огромное количество басин, что якобы в Камбодже есть какой-то волшебный кусочек земли, на котором растет шоколадный кофе, но мальчики, девочки, мы не в детском саду уже, понимаете, что нет такого волшебного кусочка земли, это секрет обжарки просто. Ягоды до перезревания доводят, а потом обжарка идет, чуть-чуть капелька кокосового масла, получается, что зернышко превращается в изюминку, ну и, соответственно, получается эффект засахарения, которые дают этот шоколадный аромат. И действительно ты завариваешь, кофе пахнет шоколадом, но это зависит от того, кто и как его заваривает, это факт тоже. То есть вот, например, мы завозим туристов в кафешку, у нас там девчонка, к мерочке, она очень круто делает. Когда не ее смена, я все время приезжаю, да, вот я туристам рекомендую, говорю, попробуйте. Если я вижу, что вот сарай, например, нету, да, я всегда говорю, не берите, потому что сегодня заварят плохо, то есть это тоже от этого зависит. Ну, или могла такая партия попасться, но, честно говоря, я первый раз слышу, что мне такое говорят, обычно мне наоборот про спасибо говорят, я еще даже, да, посылки отправляю. Да, и вот нас двое уже, да, и вот сказали, что, блин, ну, как бы нормальный кофе, но нет такого, как там, мы пили, я действительно не знаю, пока еще сама не пробовала, но мне вот обещали отсыпать, я тебе расскажу. Да, вот, пишут про вкусный ром, повезло с кофе. Ну вот, видишь, как, да, то есть. Нам повезло с кофе, я вижу, написано. Да, 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 Татьяна, тоже наша туристка. Так, знаешь, про что еще хочу? Про язык хмеров хочу поговорить. Так. Давай мы с тобой поиграем. Как будет по-кхмерски любовь? Ой, это очень романтично звучит, по-кхмерски любовь. Будет сролань, сролань. А как будет ночь по-кхмерски? Ночь? Вы точно хотите это узнать? Да. Ну, теперь соединяем в одно и другое. А теперь, вишенка на тортик. Как Машуня будет ночь любви по-кхмерски? Йоп-сролань, да, соответственно, как... Любую песню в ключи, тут все у нас про ёп-сролань, только ёп-сролань везде. Романтика сплошная. Еще интересный факт, который ты рассказывала, про то, как для них звучит слово спасибо наше, да? Ой, это вообще... Сколько уже лет работы, тогда это все... Это очень смешно. То есть здесь, смотрите, спасибо, они слышат с ударением на последний слог. Получается, спасибо, или спасибо, они слышат от нас. И вот, соответственно, у них спасибо переводится обезьяна поела. Ну, это особенно смешно от туристов, да, которые выходят из ресторана, говорят, подходит и говорят, а что все официанты над нами угорают? Я говорю, господи, вот столько лет уже работаю, моим все смешно, у них все как в первый раз. Я говорю, вам спасибо говорили, они говорят, да, я говорю, ну все, понятно, ну вы выходите и говорите, обезьяна поела, они говорят, ну молодец обезьяна, все, ей дальше раз поела, все замечательно. Маш, ну это очень смешно, потому что мне кажется, я бы тоже ржала, мне кажется, шесть лет бы мне горели, я бы шесть лет ржала бы. Да здесь как в кинокомедии, тут каждый день праздник, понимаешь, каждый день веселье. Да, ну потому что ты сегодня меня, например, с хмирским языком удивила, тем, что для меня что-то новенькое, что есть, оказывается, имя очень интересное из трех букв, этого я не знаю. Такое тоже есть, такое тоже есть. Да, да, да. Про буддизм хочется немножко поговорить. Что для тебя буддизм вообще и нравится ли тебе жить в стране буддизма вообще? Почему? Как мадам в Таиланде какая-то лошадь. Туристы нахлешат, ну, видимо, тоже что-то значит, наверное, да. Что для тебя значит вообще буддизм и спокойно ли тебе, хорошо ли тебе в стране буддизма находиться? Ой, на самом деле это очень энергетически ощущается, потому что до этого я жила в Индии, ну, вот правильно говорю, что это страна, кармическая. Там, я скажу, я, наверное, на все свои ближайшие 35 воплощений вперед отработала карму по полной программе, да, ты как в Индию приезжаешь, если ты где-то нагрешил прошлую жизнь, по шапке стучит моментально. Меня там потаскало, я обожаю эту страну, то есть я к ней до сих пор с любовью отношусь, но я там расплатилась за все. И я считаю, то, что я попала сюда, да, это у меня прям вот как награда, мне за все мои индийские махабхары, это старание болливудского, да, страсти. Я когда была жила в Индии, мне очень понравился индуизм, то есть я про индуизм в принципе знаю все, меня эта религия поглотила, но и, соответственно, на данный момент мой любимый самый бог, это, естественно, Вишну, это как, знаете, у всех там американских детей супергероя, это супермены, бэтмены, а у индийских, это индуистские боги, да, каждый обладает своей какой-то функцией. Ну и, соответственно, я поклоняюсь Вишну, это мое божество, он же Кришна, Будда Гаутама, это его воплощение, да, только немножко другой апостаси. И, собственно, Анкарват кому посвящен? Он Вишну посвящен, поэтому я считаю, что меня мой бог привел в лучшие своих домов служить ему теперь здесь, и я считаю, что такая некая миссия, ему за это благодарна. И, честно говоря, здесь, то, что здесь буддизм, здесь действительно, как вот энергетически, я ощущаю, здесь намного спокойней, здесь люди добрее, здесь никто не устраивает, знаете, там вот такой вот маленькой проблемы, великую драму болливудскую, как это в Индии принято. Здесь как-то все вот, как-то, знаете, все само проходит, течет, ты вот так живешь в таком состоянии, ай, да ладно, отпусти, ты отпустила, и все само произошло. То есть действительно, энергетика буддизма, она здесь очень ощущается, очень ощущается, и мне нравится, да, и, если честно, мне здесь нравится больше в Индии жить, больше. Да, это я как бы знаю, да, что больше. А в чем принципиальное отличие? Вот, ну, ты сказала, да, индусы, они эмоциональные получаются, как в Болливуде у них там все, немножко на страстях, а к Мире они более такие спокойные получаются, то есть вот в этом отличие, может, еще в чем-то, да, вот в Индии? индийцы, они очень мстительный народ, то есть, да, это очень мстительный народ, и, соответственно, как я исток говорю, если ты будешь с индийцем дружить, он тебе последний кусок хлеба отдаст, если ты с ним поругаешься, вот если в эту же ночь вся его семья не обольет тебя дом бензином и не сожжет тебя на пепелище, танцы не исполнит, то тебе должно быть еще страшнее, потому что они тебя в блокнотик запишут, не завтра, так через пять лет они тебя обязательно припомнят. Это народ такой, но они все воспитаны на ипосах. Посмотрите любой болливудский фильм, любой индийский сериал, там о чем все, брат за брата, сват за свата, да, то есть пойдемте все вместе, деревня на деревню, это у них такой менталитет. Я не говорю, что они плохие люди, они классные люди, но с ними надо очень осторожно. А к мерам он просто без разницы. Они вообще на позитивчике, у них все нормально, они улыбаются, они в собае находятся, у них состояние спокойствия внутреннее, поэтому здесь никто не провоцирует конфликты, тут никто ни на кого не обижается, тут живешь постоянно в позитиве, ты вышел, солнце светит, небо глупо, и тебе уже все просто шикарно. Ты себя чувствуешь бомбически, прям все в кайф. И ты вот идешь, как вот я говорю, почему я местных очень люблю, здесь Камбоджия, она каждый раз учит. Ты, например, едешь на тук-туке, в плохом настроении, вот уйдет тебя тук-тукер, люди-то тоже разные бывают, я вам что-нибудь на него рявкнула, а у нас какая, да, у нашего народа реакция, тебе рявкнут в ответ, а он тебе поворачивается, улыбается, и ты уже думаешь, ну, может быть, это с тобой что-то не так, правильно, может быть, это у тебя какие-то проблемы, да, раз ты рявкаешь, как собака, а тебе вот улыбка в ответ. И каждый раз ты себя ловишь, где-то начинаешь пересматривать свои отношения, по-другому уже воспринимаешь эту реальность, это да, здесь в этом плане очень классно жить. Ну, здорово, потому что, знаешь, уже много раз вспоминаю со всеми, с кем у меня был сейчас эфир, о том, что вот, когда началась вот эта ситуация в мире непонятная, индусы себя не очень красиво проявили по отношению к нашим туристам, которые остались, по каким-то причинам застряли, либо те, кто на постоянном месте жительства, они чуть ли не пал, они считали, что это зараза, приведенная белой людьми, и чуть ли не палками их там все мочили, и люди боятся, они боятся выйти в магазин, они боятся вообще куда-то сунуться, в этом плане, да, тут как бы вот как раз вот эта разница культуре, то есть они такие эмоциональные, а к мере они такие, видимо, спокойные, и ты поэтому с ними комфортнее тебя, да, живешь? Да, да, да. Машуль, давай, сегодня у нас позитивный с тобой эфир, но про это невозможно не сказать, коротко немножко о геноциде, потому что это было настолько потрясающе, во-первых, сначала приехали туристы мои, мои же коллеги, которые, Маша, как такое возможность, в современном мире, как это вообще такое возможно, это же год было, это же наши родители жили еще, то есть я такая, что там было, что случилось-то, я как бы, я не сильна в истории, Маша, у меня вообще в одно ухо залетела, я серебряной школы, серебряной медалью школу закончила, но история, это вообще какая-то катастрофа, я не знаю, почему вот ты первый человек, который, ты видишь, я помню практически все, что ты рассказала, да, это удивительно интересно, и поэтому я тебе говорю, что это куматос, это бессонная ночь, мы вообще вот такие, обычно я сплю в автобусе просто как танк, вот просто, вот просто слюнка бежит, понимаешь, а тут я сидела, я как зачарованная какая-то, все это время слушала, поэтому про геноцид невозможно не сказать, хоть это и тема грустная, но это очень безумно тоже познавательно и интересно, чтобы понимать, что вообще возможно в современном мире такое. Да, это на самом деле очень тяжелая такая часть истории, да, я когда тоже про это начинаю рассказывать, бывает, что такая прямо группа в потоке, ты говоришь, ты смотришь на людей, что у них слезы на глазах, потому что тяжело слышать, но я считаю, что если ты сюда приехал и как бы про это не рассказать, но это же часть культуры, это не взять и из контекста правильно не вырвать, ну и соответственно, то, что здесь происходило, это геноцид своего народа был, и действительно здесь остреблялись кто это, были интеллигенции, это люди были образованные, умные, интеллигентные, почему? Ну потому что стадом, как вы понимаете, с грамотным-то провести гораздо легче, чем людьми с образованием, и соответственно... Извини, что перебила, коротко расскажи, когда это было, в какие даты это было, что это было? Это было... Это было... Да, 17 апреля 1975 года власть в стране захватил господин Полко, да, и во главе с красными кмирами, то есть это была партия народная, что они хотели? Они хотели равенства, то есть получается, что здесь было разделение, половина населения жили в столице, ну и вели такой интеллигентный образ жизни, а половина это были простые работяги, ну и соответственно, что обещал людям Полупот? То, что все будут жить одинаково, да, почему вот эти городские сидят и за наш счет выезжают? Плюс в это время были военные действия у Вьетнама с Америкой, ну и соответственно, здесь до Полупота заплатил власть генерал Луноу, который тоже свою лепту внес во все в это, то есть почему народ Полупота поверил и пошел за ним, ну а в итоге все привело к тому, что всех выкинули в поля, города были закрыты, то есть люди работали по 19 часов в сутки, у них у всех была одинаковая форма, то есть как для мужчин, так и для женщин была выдана одинаковая форма, серые рубахи, штаны, сандалии из машинных покрышек, да, к форме был пришел порядковый номер, что это за номер? Господин Полупот, он решил у людей имен, то есть, ну представляете, тут тоже на самом деле глубокая такая психология работает, почему? Потому что только тот, кто наделен именем, наделен сознанием, соответственно, человек к человеку не мог обращаться по имени, это был номер 834 или номер 836, если вот посмотреть на хронику того времени, у всех женщин одинаковые прически, корей выше ушей. Почему? Не потому что так было модно, потому что длинные женские волосы мужчину отвлекают от посадки риса, и вообще-то источник бактерий, инфекции, всякой дряни, поэтому волосы состричь. Полозаправление индивидуальности расстрел, собрательство ягод-орехов в рису расстрел, что-то нашел, принеси в коммунность, ел сам индивидуализм, за это будет наказание. То есть люди жили вот в таких вот условиях, сутками напролет работали, ну и, соответственно, убивали, да, здесь убивали за то, что-то умел читать, писать. Люди очки выкидывали, пытались скрыть свою профессию, чтобы, не дай бог, никто не догадался, что человек образованный. Но, как вы понимаете, в поле сразу прекрасно видно, книжки ты читал или ты рис сажал. Ну и как это везде, это человеческая натура. Естественно, народ с полей ополчился больше еще против интеллигенции. Детям образование, он сократил образование до двух лет, детей элементарно учили считать, писать, считать. Для чего? Для того, чтобы они были грамотными, чтобы они читали распоряжение красных миров и писали донос на своих друзей. Ну и еще раз напомню, что править безграмотным стадом гораздо проще, чем образованными. Истребил медицину, истребил образование, все это он брал. Ну и потом уже, собственно, режим полуплота был закончен 7 января 1979 года. Вьетнамская армия вторглась освободительным движением. И, собственно, что делали вьетнамцы? Они освобождали людей из коммун, расчищая территорию Красных Миров. Те бежали прятаться в джунгре. Но на этом все не закончилось. То есть это еще продолжалось. И продолжалось там военные действия до 2005 года. И вот в 1985 году, когда избрали господина Фон Сена, он все-таки уже чуть позже решил сделать амнистию. То есть что он сказал? Ребята красных мерам, сдайте ваше оружие, перейдите на сторону народа. Мы просим вам самые страшные преступления, какими бы они ни были. Преступления-то действительно были страшными. Почему так сделали? Ну потому что все прекрасно понимали, что это единственный способ сюда принести мир. По-другому было никак. Это гражданская война, это не война с другим государством. Ну и как ни странно, конечно, получив амнистию, большая часть Красных Миров, они пришли на сторону народа. Но и на данный момент какая ситуация? Получается, что по статистике здесь каждый второй, кому сейчас 52-54 года, это бывший Красный Кмир. Это бывший Красный Кмир, но люди здесь живут вместе. Тут никто никому ничего не вспоминает. То есть если встречаются два человека в возрасте примерно 50, один из них был тем Красным Кмиром, который угнетал, а второй был угнетал. Совершенно верно. Да, да, совершенно верно. На данный момент вот так вот. Но здесь никто никому ничего не вспоминает. То есть у них, они как бы между собой это не обсуждают. Они нашли в себе силу. Это потрясающе просто было, что они стараются вычеркнуть это из своей головы, из своей памяти, и вообще не упоминать это никак, чтобы самим же себе не делать больно и жить в мире сейчас с теми людьми, которые их окружают. Я немножко расскажу людям, которые сейчас нас слушают. Ребята, это то же самое, что вот если бы мы нас перемешали в свое время с фашистами, которые держали нас где-нибудь там в этих ямах и сказали, вот теперь мы одно общество, ребят, живем друг с другом. Примерно то же самое, совершенно верно. Вот я даже недавно была, приходила хозяйка дома, где я снимаю себе дом, она молодая, вот ей 35 лет, к ней пришла подруга подруги, ну как подруга, знакомая какая-то, они там сидели пили вино, отдыхали, а ей уже как раз 156, это человек, который эти события видел. А вот она мне решила белую госпожу, да, как этот мне аналитик написал, познакомиться со своей подругой. Она говорит, Мария, иди сюда, говорит, я тебя подруге хочу представить. Ну мы познакомились, она говорит, ой, ты молодая, но ты, наверное, знаешь, что у нас происходило. Я говорю, да. И вот они вдвоем замолчали, друг на дружку посмотрели, я говорю, да, я знаю, что происходило, и все, на этом обсуждения закончились. То есть они даже между собой это не обсуждают. Тут, ну, как бы не принято про это говорить, поднимать это, потому что они не видят в этом смысла, потому что получается, что даже вот в школе эту часть истории не преподают. Почему? Ну, потому что один учитель может быть бывшим красным кмиром, он будет детям одну версию рассказывать, да, а другой будет тем, о, красный кмир на глазах родителей убили, а он будет детям другую версию рассказывать. Это к чему приведет? Это к новым стычкам приведет. Вот, поэтому здесь такое внегласное правило. Это не обсуждать и все. Мне кажется, это очень правильно. Параду тут никто не устраивает, да, салюты многомиллиардные, как над Москвой в День Победы, никто не разгоняет. Как бы было, было, и слава Богу, что прошло. Вот и все. Да. Маша, еще скажи, пожалуйста, я знаю, что сейчас даже наши вот многие ровесники, они не знают точную дату своего рождения, да, из-за вот этой семьи. Совершенно верно, да, документы как раздавали. То есть люди, нет, не наши, ну, кому там под 40, да, под 50 тем более. То есть вот мне, например, рассказывал мой друг, как он получал документы, он когда должен был уезжать учиться уже в Советский Союз, получать образование высшее. Говорит, я пришел получать документы, я говорю, как тебе документы-то дали? Говорит, у тебя же родители погибли. А у него действительно погибли родители, то есть он даже и не помнит их. И он не помнит, когда у него день рождения. То есть детей у родителей отнимали в возрасте 4 лет во время полупотпуска режима, еще не научился ходить, сразу в трудовой лагерь. Для чего это дело? Что к мамке не привязывался. Ну и, соответственно, вот с ним так же получилось, что он попал в трудовой лагерь и остался без родителей. Говорит, ну вот у вас есть паспортный стол, а у нас просто стол стоит в рисовом поле. Ты приходишь, тебе говорят, есть 3 ноября, 5 декабря, 6 января, когда тебе записать? Свободная дата. Ты говоришь, вот напишите там 3 ноября, да? Окей, так и запишем. Что ты помнишь из своего самого раннего детства? Какой был король? Какие события в стране? Ну было примерно то-то-то. Ага, 3 года отсчитаем, так и напишем. 3 ноября, там какой-нибудь там 71-го года. Вот тебе паспорт, все, иди. То есть действительно, да, люди того времени, дети вот этого военного времени, они многие не знают сегодня рождение, поэтому это не принято. Это вообще, конечно, ужасно. Наш гид как раз, который вот эту часть, когда мы были в Анкоре, он как раз был свидетелем всех этих действий, да, и рассказывал про то, как у него большая часть членов семьи как раз погибла в то время. Ну вообще, слушать это от человека, который вот был свидетелем всех этих событий, это, конечно, вообще потрясает. То есть ты стоишь, ну, туда до мурашей, да, ну, это вот, это, не знаю, приехать в Камбоджу и не услышать все равно это невозможно. То есть это... Ну, он, конечно, Машуль, почему... Потому что-то осмыслить даже в этой жизни. Конечно, вот я всегда говорю, когда туристам начинают говорить, ой, а что у вас с нами завтра в Анкоре не пойдут? Ну, то по законам я не имею права работать на территории Анкора. Да, я считаю, это правильно. То есть Камеры разделили, они нам и так разрешают встречать русских туристов, они и так нам разрешают возить вас по городу, но это их территория, ты там не легал, то есть я туда уже не имею права проводить экскурсии. И вот бывает, что туристы говорят, а что это с нами, он пойдет, что-то, что он нам там расскажет, да что он знает. Я говорю, знаете, говорю, ну, наверное, говорю, взять только Камера, который вообще в принципе научился говорить по-русски, это уже как минимум с уважением надо к нему относиться. И это очень интересно, здесь наоборот, я считаю, сделано, что первый день как раз туристы проводят с русским гидом, то есть я могу вам, например, рассказать свое видение, как я здесь как иностранка живу, а во второй день-то как раз прикольно, мне кажется, пойти с местным, вот как вот выходили, да, почувствовать именно энергетику, пообщаться с человеком, который здесь живет, который пережил эти события. Здесь гид, который работает давно, они самые взрослые. И, естественно, это, я считаю, другие абсолютно впечатления. То есть, получается, и с этими пообщались, да, и с нашими, и с местными. Но и согласитесь, уровень языка у местных, я считаю, очень даже хороший у нас гиды. Да, достаточно хороший. Ну, конечно, не сравните с... Вообще, я такой человек, мне на слух информация тяжело дается, и я тебе честно могу сказать, что про сам Анкор я тебе не расскажу то, сколько я запомнила. Ты видишь, вот это вот все, что я сегодня написала тебе, целых два листа вопросов, это только потому, что я запомнила, что ты рассказывала. Сказать, что про Анкор сам, когда он рассказывал, это было достаточно тяжело. Во-первых, жара вот эта уже сильная была, да, во-вторых, шум, уже много туристов. Но вот когда началась часть как раз про геноцид, и это стояло перед тобой, то есть это такое уважение, это такое вот сострадание, знаешь. Ладно, все, сейчас у меня слезу пущу. Это эмоции, эмоции, которые останутся навсегда, я считаю. Да, да, да. Так, почему Камбоджа мы с тобой немножечко уже обсудили, да. Скажи, пожалуйста, Маша, ты не думаешь, что вообще вот твоя жизнь в Камбодже и тебе такое понравилось здесь, что это немножко такой вот способ убежать от реальности? Это немножко личный вопрос, но если ты ответишь на него, то будет здорово. От какой реальности? От нашей вот этой серой пропагандистской реальности. Так вот, в том-то и дело, что я не хочу жить вот в этой серой реальности. Стихия воды, Грегор российский, это старая традиция, это православная вот эта вот религия, где все только на старину равняется. Поэтому люди-прогрессоры, такие как я на территории этой страны, я имею в виду Российской Федерации, мне очень тяжело жить, потому что это как в болоте сидеть. Люди, которые со свежими идеями, с какими-то креативными мыслями, в России жить, к сожалению, не смогут, потому что Россия с магической точки зрения находится на водном эгрегоре. Это все время равнение назад. А вот раньше было лучше, а вот раньше Кока-Кола была слаще. Это менталитет, к сожалению, российский. И я там не живу и обратно не собираюсь. И, собственно, нет у меня такого желания. Какое? Я прекрасно здесь, я чувствую, у меня все замечательно. Живу, наслаждаюсь. Да, Маш, подскажи, пожалуйста, но вы там живете тоже как бы своей небольшой русской общиной, насколько я знаю, да? Ой, какая тут у нас община? У нас община, здесь человек 30, дай бог. Здесь нету, как сказать, вот город, где я живу, так где Анкор, это город Самриб. Русских нас, если посчитать по головам, человек 30. Сейчас так вообще меньше. Сейчас человек 15, наверное, весь город. А я сказала, у вас еще меньше там 30, это вообще для такой страны много, мне кажется. Нет, 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 в стране много русских. На море, это где Сиануквир. А вот где ты была, да, где у нас Анкора, плюс-минус. Слушай, а наоборот, самое же такое вот место, куда больше всего ездят туристы, это как раз вот Анкор-Ва. То есть, а вот Сиануквир это вот как раз... Не, 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 Машель, смотри, смотри, я имею в виду русских лонгстейров, да, кто долго проживает в Камбодже, они больше там, где моря. То есть, это Сиануквир, это от нашей... Ну, сидят на море, отдыхают в казино, кто-то работает, девчонки там всякие. На островах барменами работают. Там есть русское сообщество, оно чуть побольше, чем, например, у нас здесь. Здесь наш человек 30. А в вашем городе больше русских? Нет, 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 нас русских здесь в Сиануквир человек 30. И из них половина работает гидами, как я. Собственно, остальные местные белые, это 70% это французы, которые здесь живут. Вот, например, мои соседи, он на заднем фоне, пенсионеры французские, по сути. Можно сразу же вопрос задам, он у меня есть в списке, почему французы так любят Камбоджу? А, потому что когда-то была колония, 90 лет, я уже была в французской колонии, но, собственно, они здесь... Ну, как-то есть тоже был их колонии, но они же там не живут. Расскажите, а ты знаешь, мне кажется, что, знаете, у европейских людей вот эта вот вся романтика азиатская манила и всегда манит. Ну, вот, например, у меня хозяин, тоже где я снимаю себе квартиру, вот он женат на Камерке, ей 50 лет, ему 73, старый белый парижанин. Я говорю, а что ты не в Париже живешь? Он мне говорит, а что мне Париж? От Парижа вон только эфире у башни осталось, Нотр-Дам у нас сгорел, и каждый афроамериканец называет себя парижанином. И сюда мы приезжаем, мы чувствуем себя как у нашей маленькой Франции, вот так вот он мне говорит. Ну, и, соответственно, дети, которые рождены уже в совместном браке, они называются французские кмеры. То есть здесь очень много таких браков совместных. И по большей части это, конечно, французы, потом очень много австралийцев здесь живет, а нас, Руси, вот вообще малый-малый совсем процент. Сами местные кмеры достаточно хорошо английский язык знают, да? Они с европейцами как вообще? Или французские? Ну, смотрите, здесь получается, что местные, старое поколение, действительно, да, еще до полпота, конечно, все говорили на французском, и тут можно, колорит бабулька сидит какая-нибудь вот в этом местном совмаловании под зонтиком, и там уже 80 с лишним лет, она пахнет у франца прекрасно. А молодежь, конечно, уже после военное время они на французском уже не говорят, но здесь, например, дети, которые учатся в платных школах, у них в основном образование все на английском, на французском языках. То есть все предметы только на английском или на французском, поэтому они прекрасно говорят о на французском и на английском. А кмерзкий язык это уже как дополнительный изучается, он отдельно учится. Можно ли сказать, что поколение, которое растет сейчас, то есть все дети, которые сейчас учатся в школе, они будут уже достаточно грамотными? Конечно. Да? То есть сейчас вот это... Я так понимаю, сейчас страна, она, конечно, как сказать, встает на ноги после того, что было, да? Совершенно верно. Совершенно верно. Следующее поколение, оно будет уже совсем другим. Во-первых, оно будет без вот этого внутреннего какого-то ужаса, да, пережитого. Но все равно, как ни крути, хоть ты об этом говоришь или не говоришь, но это где-то у тебя вот там сидит. Они уже будут свободны от этого и они будут уже более грамотные. И, возможно, это вообще будет другая цивилизация уже. Я тоже так думаю. Нет, просто если еще взять образование, ну здесь шикарное образование, ну, как говорится, за ваши деньги любой каприз. И здесь образование отличное. Дети вот здесь шпарят уже в 12-10 лет на английском, на французском, вон, которые там у меня, вот я говорила, нашего гида, они еще и на русском разговаривают, и на кмерзком. То есть как минимум, даже закончив местную платную школу, ты уже можешь в любую страну мира полететь, тоже разговариваешь там на двух иностранных языках, понимаете? Поэтому, что касается мытья... Да, им, наверное, не понадобится даже лететь, потому что туризм в Камбодже будет развиваться. И вот как раз у нас вопрос о пляжном отдыхе. Сиан-Уквиль сейчас на самом деле достаточно популярный курорт. Просто он не так популярен, возможно, у русских пакетных путешественников, потому что пакетных туров туда нет. Но я знаю, что достаточно большое количество самостоятельных туристов туда приезжает, и, возможно, европейцев больше. Маша, вот, ну, не знаю, насколько тебе удалось вообще побывать там? Конечно. А как же это? Естественно, как на дачу съездить, как без этого? Отвечу. Даже меня, да, расскажешь про это место. Я знаю, что у вас есть какой-то остров, Коранг называется, да? Да, это, смотрите, это место курортное, действительно, там, ну, наших нету, почему? Потому что это очень далеко, во-первых, нету чартеров, прямых рейсов нету, регулярные есть, но это очень будет немаленький ценник, если из России лететь, там цены просто запредельные. То есть пляжный отдых есть, отели на любой вкус есть, но это в основном иностранцы приезжают, это, опять же-таки, те же самые французы, американцы, да, и все остальные. Наши бывают, которые едут именно в путешествие уже там на две недели по Камбодже, то есть Амкоры посмотрели и на острова отправились. Но я всегда рекомендую, да, если вы собираетесь здесь находиться как минимум две недели на пляжный отдых, это обязательно посетить надо. Места красивые, достойные, острова шикарные. Главное, что нет еще, это тоже Сиамский залив, да, который в Таиланде, только море чистое, нет вот этого вот нагромождения, отелей, вот этих всяких там магазинов, ресторанов, это пока что, еще пока что такое, есть такие места, это где-то настоящий пляжный парадайз, такое есть. Я думаю, что это будет развиваться. Правда или нет, я читала, что в Сиаму Квик достаточно высокого уровня отелей, достаточно хороший сервис. Совершенно, естественно. Я тебе говорю, это такой стереотип о Камбодже, как мне туристы говорят, как вы здесь живете? Это же, это же вообще ужас, тут же одни домики на сваях. Я говорю, правда? Я говорю, хотите, я вам покажу, как я живу? Смотрите, вот мой домик. Ну, смотрите, вот у меня домик на сваях, видите, вот около моего домика на сваях есть бассейн, да? Около моего домика. вот бассейн, вот у меня тренажерный зал есть около моего домика на сваях, посмотрите, как тут живу, да? Вообще все ужасно, вот тут тренажеры стоят, вообще просто жить в Камбодже невозможно. Это как, просто многие почему-то думают, что мы тут живем в домиках на сваях, я сплю тут чуть ли не на коробках, но, ребят, тут как бы все нормально, я бы даже сказала, здесь все даже вообще лучше, чем где-либо. И все доступно, и все есть, и жилье на любой вкус есть, и также отели, конечно, есть. Все, но квири можно найти и попроще, побюджетнее что-то, а можно прям лухари-лухари, там все, пять звезд, все, что хотите, все это есть. Как это, да? За ваши деньги любой каприз исполняется в этом замечательном королевстве. И понятное дело, что вы хорошо живете, французы же не дураки, бросать свою Францию и приезжать туда жить по соседству с вами. Естественно, комфортно. Маша, самый кайф, это то, что вот у меня прям шаговые доступности, французские пекарни, кофеечек, всякие булочки, круассаны, вот просто, тут как маленькая Европа. Про еду, Маша, каждый из моих гостей, эмигрантов, практически все страдают от отсутствия русской еды. Я так понимаю, что ты не страдаешь там. Вообще не страдаю, нет, нет, нет. Ну, во-первых, Кмеры, они любят, как они любят поесть, в принципе, такая же еда, похожа на нашу, если взять, они любят большие куски мяса, это в основном свининка жареная, да, только мы с макарошками, с пюрешкой это все едим, а они это все с рисом едят. Здесь в ресторане есть на любой вкус. Хотите, вон, пожалуйста, вам и экзотика, и можно и всяких там змеюшек, и лягушек на гриле поесть. Но здесь огромное количество ресторанов в европейском стиле, стейки, все, что остальное, все, что захотите, все как у нас, ничем не отличается. Как раз про кухню-то я и хотела спросить, что вообще едят, и почему Кмеры едят мясо? Объясни мне, буддизм, это же не убей букашку, не убей... Нет, 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 Машуль, смотри, буддизм разных ответвлений бывает. То есть, например, там огромное количество ответвлений, то есть, например, есть буддизм ветки Махаяма, это в Лаосе исповедуется. Это вот там действительно не убей букашку, не там вегетарианцы, и все такое. У нас здесь буддизм ветки Тхировада. Что такое Тхировада? Есть понятие колесо сансары, то есть это колесо бесконечных перерождений, ну и, соответственно, это стремление, как можно быстрее это колесо остановить, отправиться в Мокшу, то есть это состояние вечного кайфа, вечного покоя. Это вегетарианство. Здесь не считается, что если ты съел свинью, чтобы себя прокормить, что это грех. А вот если ты эту свинью убил ради своего удовольствия, чтобы от этого кайфа словить, от убийства, это уже будет грех. А если ты съел ее, чтобы прокормить, это нормально. Поэтому буддийские монахи также здесь спокойно едят мясо, свинину. Говядину не едят многие, но это еще с индуизма идет. Почему? Потому что был индуизм, а там корова, священное животное. Да, слушай, я вот как раз читала, что они говядинку-то любят, как мир есть. Может быть, поэтому они как бы... Как они, кстати, с индуизмом? Вообще индуизм, буддизм, это как бы все-таки близкие друг другу религии, или они какие-то враждебные, я вот понять не могу. Все, все. Они не враждебные, просто буддизм уже родился в Индии. То есть страна буддизма, это что, северная Индия, да, и Будда Гаутама, он родился как раз-таки в семье индийского царя, а в одной же Гималайских гор. Но буддизм из Индии выдавила кастовая система, то есть рассказывала, да, на трансфере, про которую... Так, ребятки, 40 минут у нас прошло. И прервался эфир. Сейчас ждем подключения. Так. Всем привет. У нас с тобой лимит вышел. Болтуни. Заговорились. Да, это контакт. Да, это религия. Что получается, буддизм кастовая система полностью выдавила оттуда, и он пошел дальше в Юго-Восточную Азию, и здесь закрепился. То есть буддизм, я бы даже сказала, это не религия, это философия, в первую очередь, а то любовь ко всем существам, помощь и сострадание. Ну и, соответственно, то, что касается здесь Ангкорской империи, это были индуистские храмы. Да, Ангкорват кому посвящен? Он посвящен Вишну. Швейский, да. Соответственно, здесь индуизм был, и все императоры Ангкорской империи, они были индуистами, потом пришел буддизм, и здесь сейчас получается такая смесь своеобразная. То есть поклонение главным индуистским богам, поклонение индуистскому символу Лингаму, это символ мужского начала, оно никуда не делось. Но официально кмеры являются буддистами. Ну, как говорит мой друг, я, конечно, буддист, но в день Шивы, я на всякий случай Шиве подношение отнесу, да, чтобы Шива на меня не обиделся. Они верят во все, во что только можно, и на всякий случай, да, там по чуть-чуть, там по чуть-чуть. И ходят они по всем своим вопросам куда? В Ангкор. А Ангкор кому посвящен? К Вишну. Соответственно, просить, все свои пожелания идут к нему. Поэтому это такой микс, я бы сказала. Да, слушай, ну, интересно. Интересно, конечно. Подскажи, пожалуйста, Ангкор Ват. Крупнейшее культовое сооружение у нас, да, на земле. Понятно, супер храм. Какие лично у тебя эмоции? Чем больше всего тебе понравился, тебя как-то он впечатлил, когда ты первый раз там побывала? Ой, это... Я даже помню это прекрасные эти эмоции. То есть я когда шла, я прямо... У меня прям земля из-под ног уходила. У меня все трещало, все дрожало, у меня слезы из глаз. То есть там дикая энергетика. Ну и, соответственно, когда я туда зашла, я поняла, что вот я дома. Вот это место, действительно, где исполняются все желания. Это место, где исполняются все мечты. Это место, которое очень сильное. То есть там, когда я всегда говорю, смски в небесную канцелярию от земли отскакивают моментально. Вот мобильная связь там не ловит, а вот смски отскакивают с вашими запросами только так. Для меня каждый раз поход в это место, это как прям честь. То есть каждый раз, когда я туда иду, я могу туда хоть каждый день ходить. Я чувствую себя счастливой, когда я туда выхожу, чувствую себя обновленной. Я чувствую себя, как будто бы, вот я, знаете, заново родилась и как будто бы просто я вот побывала в раю. Ну, ты сама все это испытала на себе, я думаю, ты понимаешь прекрасно, что я говорю. Ну, ты знаешь, вот я от своих слов все-таки не отказываюсь. Для меня, для меня действительно Камбоджа, вот в моей памяти, это вот единственная страна, которая мне понравилась по рассказам чуть ли не больше. Конечно, это все здорово, это все замечательно, эти все масштабы и все, но я люблю, вот что мне понравилось в Ангкоре, несмотря на вот эти все гигантские масштабы, отношение к деталям, вот это вот, к мелочам. То есть, когда я ходила, я разглядывала все эти колонны, все эти стены, в которых были выточены все вот эти вот, как у них вот эти девушки там называются? Апсара, апсара. Да, апсара. Я смотрела, я думаю, боже, то есть, одно дело, это махину все построить, но больших каких-то культовых сооружений, их много, да, в мире, а вот так, чтобы вот ты не идешь, и вот такие детали были, это, конечно, потрясает вообще. Это да, каждой мелочи внимание выделяли, это факт. Да, да, и вот это вот мне, конечно, вообще понравилось очень. А какие факты тебя поразили? Вот у меня кто-то говорит, боже, это вообще инопланетяне строили это место там, знаешь, не сочтите меня конспирологам, конечно, но я склоняюсь к этой же версии, что это не простые смертные люди строили, ну где эти архитекторы-то? Ну потому что там есть очень много таких вещей, которые никто не может объяснить, да, то есть в этих постройках огромное количество загадок, возьмите те же самые каменные блоки, извините, вес блока 40 тонн, подними его на высоту 65 метров, 65 метров это 18-этажный дом. Ладно, может они там как-то их поднимали, бог с ними, но ты же видела вот эти блоки, да, это идеально ровные квадраты, они все сложные, весь инкроват, но сложен как мозаика, они все разных размеров, и четко один другой подходит, то есть их чем-то обрабатывали, как вот это говорят ученые, это была у них система маникулярное скрепление называется, миллиметр в миллиметр, если между этими щелочками бросунуть лезвие бритвы, оно туда не проходит. Соответственно, ЮНЕСКО не могут определить, чем эти камни обрабатывались, то есть они говорят, это была какая-то система, да, которую, например, в наше время мы не имеем. Возьмите там тех же самых императоров, как изображали. Ну, понимаете, кто как мир видит, то так он рассуждает. Например, человек, который аналитик какой-то, который там, ну, никак себя к духовным каким-то конфессиям не относит, он скажет, ну, а что, да, там камни вытачивались, была у них одна технология, у нас другая. Да, я скажу, что это строили какие-то неземные цивилизации. Например, вот когда я говорила, что, вот ты же видел, например, императоров изображают огромных, а люди маленькие. Вот, например, Джейя Нарвана, да, они несут, он здоровый такой, огромный, несколько метров высотой, они все маленькие, да, как мне тут один тоже мужчина сказал, говорит, ну, это же потому, что вот их с величием изображали, но ты даже император, он как бы надо всеми, он больше. Ну, у тебя такая версия, а у меня другая версия, что это просто, возможно, какое-то действительно инопланетное существо, которое выше было по размерам, чем все люди, да, и вот они его так изобразили. А у них особо-то как бы логики мышления-то не было, у них не было ни компьютеров, ни учебников, ни математики, ни физики. Как видели, так все и на барельеф и репили. Вот наш Суреварман, он нас вышел в пять раз, значит, мы его на барельеф так и засунем, а не потому, что я считаю там, они его императором считали или ставили выше себя. Я верю в то, что действительно, это действительно какая-то некая машина энергетическая. Действительно, храм выстроен так, то есть люди до того времени, они жили не так, как мы сейчас живем. Не было той техники, того, о чем мы обладаем. И когда люди жили в этот храм, то есть вот, да как вот люди жили во время Анкорской империи, это огромное количество эпидемий, отсутствие медицины. Если во время Анкорской империи мужчина уходил из дома, не приходил через 10 дней, жена бралась или другого мужа. Да, тут Петя с Люсей, как бы, ну никто золотую свадьбу не праздновали. Может, его уже тигр сожрал в лесу, да, она там будет его окошко ждать. И надо было рот продолжать, и надо было рис сажать. Добавьте сюда сухие, жаркие сезоны, постоянно то дождь, то засуха, плюс война, стройка бесконечна, да, то храмы строят, то это самое, надо территории завоевывать, плюс отсутствие медицины. Соответственно, когда люди шли в храм, неважно было, из какой они касты, только в этот момент они могли себя почувствовать частицы вот этого всего великого, божественного мироздания, да, и они шли туда с каким-то запросом. И вот весь Анкорват, он выстроен с точки зрения индуистской космологии таким образом, что каждый индийский бог, а их 33, и стоят каждый на своем месте, чтобы эта энергия правильно шла. Поэтому вот он, эффект, он очень простой. Люди, которые действительно в это проникают, они вот пришли в Анкорват, что-то попросили, и сразу же эффект моментальный. Я могу сказать, я миллион сообщений получала от туристов, у меня вот такие вот скриншоты, да, что люди пишут, и, не знаю, там кредит вернули, и бизнес открыли, и дом купили, и детей родили, и мужчину мечты встретили. Вон, недавно мне буквально женщина написала, что она дочку повела в Анкорват, я им как раз давала отдельную инструкцию, что делать, они не могли с мужем пять лет детей завести. Она мне пишет через два месяца, вот буквально три дня назад была Маша, говорит, тест положительный, говорит, она беременна, у нее срок три недели. Я говорю, ну, я вас поздравляю, потому что действительно здесь бываются все мечты. Но, опять же, главное, что у тебя здесь, да, бывает, что человек посмотрел, ну, камни, камни, ну, камни, камни, у него и жизнь такая. Маша, я могу сказать, знаешь, что все-таки очень важно, опять же, подчеркну, проделать этот путь со специалистом. Я очень сильно надеюсь, что правительство Камбоджи разрешит нашим русским гидам ходить с туристами туда, потому что наш гид потрясающий, респект ему, большое уважение и все такое прочее. Я говорю, когда он рассказывал нам историю в Камбодже, конкретно, да, что касается геноцида, это было потрясающе, это было волнительно, это было до слез. Но когда мы были в храме, к сожалению, немножечко, и ему было тяжеловато, он тоже уже такой немножко возрастной у нас человек был, и вот этот вот языковой барьер, вот при каком-то наличии минимального шума, и ты уже не улавливаешь вот этих всех мыслей, то, что ты, допустим, сейчас рассказала, даже какие-то вещи про ангор, я вот их слышу первый раз. Поэтому, как бы, очень важно, да, перед тем, как ты идешь, как есть такая поговорка, да, с чужим уставом, как это, со своим уставом в чужой монастырь, поэтому нужно немножко ознакомиться с тем местом, куда ты едешь, где ты пребываешь, и поэтому, как бы, тут не надо винить людей, потому что, да, мне тоже, в какие-то моменты у меня тоже складывалось впечатление, ну, камни и камни, вот, верните меня в автобус, в автобусе классно было, потому что, ну, блин, потому что информацию нужно тоже правильно получать. Ну, конечно, ну, все, видите, кто-то быстро воспринимает, ну, все же как дети, группа как дети, сама же, Маша, знаешь, ну, работаешь в туризме. туристы разные бывают, да, я такой же человек. Маш, расскажи, пожалуйста, немножко про ленточки, вот эти, которые завязаны у меня, были монахом, потому что, ну, для многих это такой элемент развлечения, но это несет глубокий смысл, и я на самом деле сама до конца, то есть я чувствую, что мне это надо сделать, и я чувствую, что даже мое короткое пребывание вот в Таиланде, да, оно меня успокоило, я как-то прониклась в этой вот философии, да, всей бытия, и, но до конца я не знаю. Единственное, что я услышала, по-моему, от тебя, что розовая ленточка, она в судьбе, и я бегала, искала розовую ленточку, так и... Они везде, они везде завязывают. Не, на самом деле, это называется моли, это благословение от монаха, то есть, соответственно, только монах такие полномочия имеют давать эти благословения, то есть, многие думают ошибочно, что эти ленточки исполняют желание, они желание не исполняют, да, тут как бы, кто-то говорит, ой, завязал ленточку, развяжется, желание сбылось, но это чушь все. Что такое благословение? Это на удачу, от негатива, да, то есть, от каких-то плохих ситуаций, что к себе притягивает, только то, что надо было. Бывает, что туристы у нас же какие, я пошел, все пошли, я пошел, то есть, это определенная сила, которую ты получаешь у человека, который, как говорится, работает с высшими подключками, да, с высшим эгрегором, то есть, уже с, как говорится, с вселенскими вибрациями. Если ты какую-то силу берешь, значит, ты за нее должен нести ответственность, то есть, любая татуировка, любая веревочка в храме завязана, любой талисман, это некая ответственность. Собственно, если ты не хочешь эту ответственность нести, значит, не берись. То есть, то, что касается моря, когда человек ее себе завязывает, ответственность в чем проявляется, что если ты себе ее завязал, значит, ты носишь до того момента, пока она полностью не перетрется и не отвалится. Вот перетерлась, отвалилась, она, значит, свое отработала. Перетерлась, отвалилась, и ты ее нашел, значит, ее необходимо сжечь. То есть все очень просто. Ну и, соответственно, бывает, да, там разных цветов завязывают. Вот я вижу, что-то как раз к моему монаху попало, потому что только он у меня татуированный такой, да, лысый был? Монах был, да. Лысый, лысый, да, уточнила. Что именно монах, да, завязывал и сразу три. Да, и ты с татуировками такой, взрослый дядечка, ты около байона, наверное. Только, просто я знаю, как он, это только вот этот монах три веревочки завязывает. Это мой самый любимый колдун, наколдовал мне тут все, что как надо, все замечательно. Соответственно, разные цвета завязываются, то есть женщина, например, завязывает на левую руку, потому что женская сторона левая, да, мужчина на правую. Но я всегда рекомендую дать две руки, почему? Потому что бывает, что женщина очень мягкотелая не может жестко сказать нет, да, тогда монах ей, например, эту веревочку на правую, наоборот, завязывает, чтобы эти качества женские подтянуть. Или бывает очень агрессивный мужчина, тогда монах ему, наоборот, на левую сторону веревочку завяжет, чтобы, как говорится, вот эти женские качества выровнять, да, и чтобы его агрессия немножко сбавилась. Монах, это по-нашему, он маг, это видящий. Представляете, какую жизнь живет монах? В пять лет пацана дали, извините, он пищу принимает раз в сутки, с десяти утра до двенадцати, не поел сутки, голодаешь. Монахи сексом не занимаются, не пьют алкоголь, не курят, то есть у них обед брахмачария, это обед безбрачия. Соответственно, целыми днями ты там медитируешь, занимаешься жесткой физической работой, но я считаю, что хотя бы если это пять лет такой жизни поживешь, там чакры-макры, они как бы автоматически откроются. Это в априори видящий человек. Соответственно, монах всегда видит больше, чем мы, да, ну, это здесь любое мероприятие, деторождение, бизнес, не знаю, свадьба, где рождение, куда ты идешь, к монаху, бабка ведьму порчу навела, к кому пошел. Монах порчу отведет, да, там, что надо, все почистит, карму очистит, бизнес осветит и все остальное. То есть наравне с магом это монах, здесь, в Камбодже, правда. Ну, слушай, я не знаю, что надо делать с этой ленточкой, потому что мне сказали, Маша, развяжется, ты ее подняла и хранишь ее, эту ленточку. Ну, не надо хранить, лучше ее жечь. Зачем ее хранить? Жигают ее, жигают, да. Да, теперь буду знать. Так, что у нас еще вопрос? Любимые места твои в Камбодже? Да, мы уже про это поговорили, это, естественно, безусловно, Анкарват. Я туда готова. У меня даже это самое, ну, это мое самое любимое место, я там готова хоть весь день проводить. Хорошо, еще куда тебе нравится бывать? Где понравилось? На самом деле, Камбоджа не такая большая, да, то есть я, мне больше всего нравится жить здесь, это Сиамрип, это этот город, а если взять из мест, которые бы стоило посетить, это северная часть страны, Таратанакири, да, там нет как такового туризма, там шикарная природа, прекрасная, так, что такое, все появилось, прекрасные водопады, да, то есть это, там живет коренное население, да, это еще племена дикие, которые здесь были, а еще до индийцев, которые сюда пришли еще в свое время, до нашей эры, то есть там природа очень хорошая, но там туризм не развит, если вы в такие северные части Камбоджи поедете, то это только самостоятельно, но здесь как бы есть агентство, которое автобусы предоставляет, можно местного найти, и конечно, в такие места рекомендую брать обязательно местного, одним лучше там не это самое, не гулять, потому что там уже дикая часть, там и тигры, и звери, все, кто хотите, а местные проводники, да, а правда, что Камбоджа одна из самых заминированных стран, и до сих пор или так, или уже... Нет, когда, конечно, когда был полупотовский режим, все границы были заминированы, естественно, но уже такого нету, то есть есть часть северная, да, где действительно еще ведутся работы, а в основном уже все разминировали, все, этого уже нет, бояться не надо, ну просто многие, да, едут, думают, о боже, мы сейчас тут война вчера закончилась, красных мира с автоматами, ну ты же все видела, все у нас прилично, все хорошо. Нет, я просто знаю, что у меня есть знакомая, у которой муж ездит в Лаос регулярно в командировке на полгода, и они как раз разминируют Лаос, и боятся. Это да, 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 это северная часть страны, я говорю, часть страны, это как раз граница, она и остается заминированной, все остальное уже все убрали, в Сфетнам, там уже ничего нет. Расскажи, пожалуйста, всем ли можно въезжать в Камбоджу, всем ли национальностям? Нет, нет, не всем. Все граждане стран Африки не имеют права, например, въезжать сюда, ну и вообще очень много, на самом деле, ограничений, ну потому что здесь в пустовоенное время процветала, так сказать, проституция, но это понятно, всегда найдутся те, кто, да, на чужом горе захотят заработать какие-то деньги, ну и торговля людьми, детьми, без этого не обходилось, естественно. И в основном это кто были? Африканцы, да, соответственно, в 99-м году господин Хунсен на своих грузовиках военных отправился в армию, этих всех товарищей прям по грузовичкам вот так вот запаковали и вывезли, выкинули из страны. И поэтому гражданам стран Африки въезд на территорию Камбоджи запрещен по сей день. Ну и когда это произошло, в принципе, здесь какого-то домика с красными фонариками вы днем с огнем не сычите. Здесь сейчас такого нет, что было в поздовое время. Очень прилично, и у кмеров есть такое понятие «кмерская скромность». То есть здесь женщины, наоборот, они себя не выставляют на показ, да, как где-нибудь там у нас, например, в Инстаграме в купальнике фотографироваться, кмерка даже молодая. Но, в принципе, она себе такого позволить не может. Это считается плохой тон. Собственно, здесь мало кто торгует своим телом, и того, что здесь было раньше, этого уже всего нет. Но я считаю, это заслуга премьер-министра. То есть африканцам нельзя выезжать, да? Да, есть еще часть стран, но я, честно говоря, не буду, я не знаю, кто точно, есть еще часть стран, которым нельзя. Русским можно все, это факт. А вот кому-то, я не помню, кому нельзя, честно, кроме Африки. Там прям целый список есть. Но это какие-то такие страны нет. Что прям есть такое, что нельзя въехать. Закрытое. Ездить. Какая-то страна, это прям закрытая страна, да? Да, 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 да. Слушай, еще подскажи, пожалуйста, меня донимали туристы, которые со мной были в отпуске. И, в принципе, потом, после того, как я вернулась, еще многие спрашивали, но я даже как турагент, как профессионал, честно, первый раз слышала, все туристы мне задавали вопрос. Слушай, а ты съездила в Камбоджу, ты не боишься, что тебя часть государств не пустит потом к себе? Я вот, честно говоря, первый раз такого не слышу. Это еще забред. Было бы мне тоже смешно, если бы я это не слышала практически от каждого второго. Я думаю, кто же вас так напугал? И они говорят, так это мы еще там, нам еще там сказали в России, что типа съездите в Камбоджу, и потом будут проблемы со въездами в другие страны, например, в Арабские Эмираты. Я говорю, ну ладно, в Эмиратах я уже была, так бы не пустят, так что теперь? Но вот нет у тебя такой информации, да, что вот после... Я про это вообще впервые слышу, что это какой-то вброс просто самонастоящий. Не знаю. Я много где была, и сколько лет я живу в Камбодже, меня пускают везде, и в Эмираты тоже пускали. Ничего страшного не произошло. Это какая-то фейк. Это фейк какой-то. Слушай, ну, я не удивлюсь, если в отместку, допустим, раз, кажется, Камбоджа части стран, допустим, запретила въезд, я не удивлюсь, что если вот есть взамен какая-то, как отместка, да, что вот вы не пустили нас, а мы вот не пустим тех туристов, которые бывали. Как вот в свое время с Израилем, помнишь, Эмиратами была такая? Да, ну, я, честно говоря, я не знаю такую страну, куда бы ни пустили, я очень много где путешествовала. Я даже о том не задавалась вопросом по подольту, а после Камбоджи, я даже нигде ничего не искала. Я лично таких ограничений не знаю. Есть, например, при переходе границы, да, разный визовый режим. То есть, например, кому-то ставят, как проход просто, да, ты можешь дойти-выйти. Это, например, Белоруссия, у них немножко другая система оформления Казахстан. Для нас, русских, нам ставят 30 дней. То есть, границу перешел, 30 дней получил, да, или влетел. То есть, ты можешь здесь 30 дней находиться. И разница в оформлении. Ну, чтобы какая-то страна там потом не пустилась, ты повал в Камбодже, я не знаю, первый раз слышу такое, не знаю. Ну, здорово. Ребят, если есть какие-то вопросы, задавайте вас Маше, пока мы в прямом эфире, есть еще возможность. Браки к хмерам и иностранцам, насколько это часто явление, и как вообще к этому относятся? Да, есть, конечно. Ну, я не знаю, на самом деле, лично я не знаю ни одного мужчину, который был бы женат на кмерке. А, нет, ну как не знаю, моего хозяина, вот, пожалуйста. Я имею в виду из русских, не знаю. А вот мой хозяин женат на кмерке. Мои все знакомые, которые русские, это в основном девчонки, которые замужем за кмерами. То есть, вот у нас здесь девушка живет, которая в браке ребенка имеет, у нее муж тоже, да, здесь в Сам Рипе работает как раз таки местным гидом. Другая моя знакомая, она живет в Пномпень, у них трое детей, он работает в полиции на очень приличном посту. Собственно, ну, как относится? Это, конечно, другой менталитет, но, в принципе, совместные браки есть. Но, мне кажется, это все зависит от родителей, потому что кто-то все-таки традицию соблюдает, кто-то нет. И в разных семьях по-разному, как, например, тоже Индии, да, где-то там родители могут иностранку принять, где-то нет. Но, насколько я знаю, например, эти семьи, никаких проблем с родителями не было. Женились и женились, то есть к этому спокойно относятся. Но браки здесь все-таки, браки, браки здесь, Маша, все-таки наравне заключаются. Я не знаю вот этих историй, да, там, это, мне кажется, только в кино показывают, где богатый парень полюбил бедную девушку. Вот такое, как раз, мне кажется, здесь родители не допустят. То есть здесь, это болливудский фильм очередной, да, здесь браки, как говорится, наравне. А все-таки богатая семья, они своей дочери будут искать равного жениха. Ну, то есть здесь так. Ну, в общем, проблем у русских не будет, если только они не вздумают перестирать всю квартиру и наготовить на Келу и Арам в Полтане. Да, совершенно верно. А так проблем не будет. Нет, вообще не будет. Да. Вот скажи, пожалуйста, правда или нет, вот эту информацию я взяла в интернете, меня очень удивило, я не помню, рассказывала, ты или нет, правда ли, что есть какая-то холодная война и вражда между тайцами и хмерами? И что они друг друга... Ну, нет, такой прям холодной войны-то нет, просто во время Ангкорской империи, да, почему Ангкорская империя пала? Потому что началась война с королевистым сям, и действительно тайцы они все разграбили, то есть все драгоценности с храмов, ну, это нынешние тайцы, бывшие сям типа выносили отсюда. Ну, и понятно, да, что с тех времен это все и ведется. Делят храм, например, который находится на границе, был построен кмерами, когда границы сузились, получается, что этот храм своим входом оказался в Таиланде, а выходом оказался в Камбодже. То есть он стоит ровно-ровно на границе. Да, вот на локальном уровне перипетии идут, то есть еще лет 8 назад там реально были военные с автоматами бегали вокруг этого храма, но потом выяснилось, что они там делят на самом деле. Ни храма не делят, а под храмом нашли огромную каменоловню, где добывают сапфиры. То есть это как бы делили, на самом деле это каменоловня. Но с двумя этими странами стоят сильные союзники, то есть в Таиланде это Америка, а здесь Китай. Я не думаю, что Америка и Китай разрешат какую-то войну из-за какой-то там каменоловни. Это две страны, которые, я думаю, что вряд ли будут между собой когда-то воевать. Ну и да, как бы кмеры какие-то тайцев недолюбливают. Но в Таиланде много кмеров работает. Почему? Потому что там немножко повыше зарплата для простого работяги. Но это как у нас, да, жил в Петербурге, уехал жить в Берлин, что работяга зарабатывает 200 долларов, а в Таиланде будет 400. Ну как бы да, там это как кмеры у тайцев как рабочий класс. Такое тоже есть. Да, понятно. Ну, в принципе, все. Мы с тобой, наверное, обсудили какие-то все мои вопросики, которые я тебе приготовила. По традиции у меня есть небольшой блиц. Для тебя блиц, это значит, что я тебе задаю вопрос, ты на него коротко отвечаешь. Давай. Камбоджа или Питер? Камбоджа. Естественно. Ну, ты сейчас из Питера, да, сама? Я из Петербурга. Из Петербурга. Если человек говорит, он из Питера, да, если человек на вопрос, из какого города говорит, из Питера, он 100% не из Петербурга, он откуда-то приехал. Потому что если ты родился в Петербурге, значит, ты из Петербурга. Я из Петербурга. Ну все. А может поэтому... Ладно, неправильный вопрос. В Камбодже или Питербург? Лучше в Камбодже, в домике на сваях, чем в Петербурге, на Невском проспекте. Да, какие люди? Вот, кстати, мой коллега тоже, и турист, привет. У нас уже эфир заканчивается, Леша, поэтому пересматривать будешь в сториз. Разговор с кмером или индусом? Разговор с кмером. Кмером интереснее. О, рис или гречка, Маша? Конечно, рис. Рис вообще обожаю. Местный жасмин, я его могу просто голый есть, без соли, без всего. Он бомбически вкусный. Конечно, рис. Закат или рассвет? Закат. Закат и самый красивый здесь. При этом, Маша, ты встаешь в 5 утра, я подсчитала. В 5.25. Но я занимаюсь эзотерикой, практиками, поэтому мне надо рано вставать. Пока еще сумерки. Сумерки — это трещины между мирами. Если ты хочешь проводить магические какие-то действия, это надо делать до того, как солнце встало. У нас солнце в 5.43 встает, а я в 5.25 быстренько тут поколдую, потом фаерболы покручу, энергетику покачаю, кокон упругим сделаю и потом иду гулять. Маша, ты зарядила меня каким-то камбоджистским солнцем. У меня началось... Ты видишь, у меня нереальное солнце. Да-да-да, я вижу, что ты уже прикрываешься. Время полшестого вечера у меня тут солнце хлобыщит, и походу там на улице лето началось, как будто бы это... Ты какую-то энергетику летом мне послала тут. Спасибо. Поэтому я встаю, приду спать. После Камбоджи в жизни перевернулась. Спасибо за экскурсии. Видишь, тебе тут отправляют. Да, я уже, Леш, в начале эфира профессионал своего дела после Маши. Вообще, в принципе, я говорю, осознала, что есть страны, которые действительно лучше услышат, чем увидеть даже иногда. Так, продолжаем. Русские или французы, Маша? Французы. Ты посмотри, почему. Но они красивые. Нет, тебе не мужиков имела в виду, я вообще. Ага, ой, у кого что болит? А я-то про это, про второе. Ну, это тоже хорошо, так, сведения именно. Так, Маш, отдых на природе или в городе? На природе, конечно, на природе. Небоскребы или древние развалины? Древние развалины. Энергетика, сила. Лес или море? Море. Новый байк или новое путешествие? Путешествие. Отличный ответ. Машенька, спасибо тебе большое. У нас такой насыщенный с тобой прямой эфир получился. Я, видишь, уже себе зонтик готовлю от конца. Огромное спасибо люди, кто нас слушал. Нас сегодня слушало достаточно большое количество людей. Все, кто... Вот тебе пишут, Маша, Камбоджа сказка. Маша, ты лучшая. это мои туристы. Я согласна, да, с тем, что Машенька профессионал. Спасибо, мои хорошие. И спасибо тебе большое. Давай дружить в Инстаграм. Я надеюсь, что когда это все закончится, я еще раз смогу съездить в ваше потрясающее заряженное энергичное место. На этот раз я попросу тебя рассказывать больше нам про Ангкор Ват, потому что все остальное я многое знаю. Теперь о про Ангкор Ват я поняла, что можно еще и изучать, и изучать, и смотреть, и смотреть. С удовольствием. Всем мир, дорогие туристы, все отправляемся в Камбоджу и берем у меня ссылочку на лучшего гида Камбоджи. А конь чаран.